С модификациями играешь? Да, называется темно в нег... как у негра в жопе. Очень хорошая модификация, всем рекомендую, ставьте. Монитор становится черным. Дом Телевания. Нас не заботит политика, нас не заботит мнений других, мы просто хотим, чтобы нас оставили в покое. А наши лорды-волшебники и их слуги следят за тем, чтобы никто о нас не беспокоил. Умир в ожидании, пока ты скастовала левитацию. Упокойся с миром, скример. Зачарование в этой части имба, можно всяких ништяков наделать, амулетик, фонарик, и кошачий глаз, и все, что хочешь, это хорошо. Аверхолл на графон ставил? Я ставил на графон, репак, фуллурез называется, там... МГСХЕ, по-моему, как-то так называется. В смысле, на Телевании башня. Временное жилище Телевании, чтобы это не значило. Кто-нибудь. Вы же от Телевании, да? Да, вы от Телевании. Признай, что ты хочешь пройти на стрим третьего Ведьмака, выбирая другие варианты прохождения и забей на Муру. Ох, этот Ведьмак, он реально все испортил. То есть, как бы, проходишь и понимаешь, что... Все остальное... Все остальное не достает твоего внимания. Резиденция... Хлоренов, кто бы они ни были. Зайдем в башню. Есть, мне кажется. Теперь начинаешь надоедать, понятно? нам целевание не рвари никто них со мной не хочет разговаривать над всем вообще никто с таким снаряжением редкое зрелище могу я помочь вам кто-то какая-то маска что ли что такое страшно маска я не знаю что делать честно не знаю не знаю где находится воз никогда не не знаю где находится теле волос не знаю где вообще спросить у кого-то об этом просто полная безнадёга нет нужных вариантов диалогах с кем-нибудь поговорим воз нет век есть больше ничего высочайший собор какой-то стражника может какого-то найти нужно кстати мы неплохо бегаем вам не кажется дом телеване там все это бесполезно о чем не говори на мне тоже походочка классная просто топ 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 сейчас стражника какого-нибудь найдем дикий рядок говорит я помню играл в жизнь графон конечно замыленный стамина улетает только в путь кэш сложно получить ну и геймплей любовная линейка классная сейчас прохожу квест поиском кольца неплохо неплохо сказано молодец успеха тебя в этом вот это на востоке далеко город может в орунии или том районе знают я в тельфире зашел в тельфире не знают еще на улице ну поищу конечно он ура стражник стоит стоит где воз знаешь поселение телеване ничего не знает шо нафиг хамстер грит я знаю что тебе поможет на 2 месяца отдохнет любых рпгшек в том числе и вне стрима я думаю что это поможет возобновить интерес к таким играм ну может быть не факт конечно свали зелень на скорость объешься не нужно будет левитация для в каждый встречный камень буду наверное упираться зелень на скорость где-то горит на востоке или где-то на западе кто мне может помочь мне даже не обязательно чтобы мне показали где хотя бы сказали намекнули люди пожалуйста прошу уже тельване можете рассказать найти других тельване чтобы стать вашим наставником а то всех поречу сейчас реально войду вражь начну убивать просто убивать убивать одного направо и налево резать вот так вот вот так вот вот так вот шоу а ну лежать сказал лежать все я даже злодится не буду плечу отсюда велика я не против кстати могу заковырять его под двумя зельями маны и зельем на той какого здоровья все нормально давайте сейчас подойдем к кому-нибудь стражнику поговорим с ним не не пойдем не поговорим я передумал сорвался да не ну серьезно ну как найти этот гребаный воз что делать то нужно запись никакой дневники нету давайте сейчас откроем еще раз там наставником да наставником 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 великих домов великие дома дом телевания нас не забудет политика мы хорошо живем вот все что продам телевани я знаю где его искать каким образом советники ридоран советник хвала советник телевания давайте поговорим что волшебник которые говорят за советником дома можно найти в страненном здании в садрид моро а нам садрид мор надо да сами же советники это древние чародеи так то есть нам садрид моро нужно все ладно нужно было просто внимательно читать дэс с уран геат другим дэра садрид моро-то вообще сделан садрид моро да нам туда еще еще раз полетели полетели второй раз дубль 2 господа дубль 2 те же картинку кинули плевать мы летим тем же самым маршрутом опять но уже днем гильдия магов портуси ну нафиг не я полечу меня так все таки наверное успокоит очередь гильдия магов садрид моро нет тебя немного донесли что делать будешь то дальше рубить просто в капусту всех проблю чё там не справлюсь думаете они узнают гнев дайс мастера они все полякут под моим двуручным дедрическим мечом видел стиме мтг вышла во фритуплее нет нет видел что-то на ютюбе изменение повысилось хорошо по летам говорят она безопаснее чем телепортом вот например геральт бы с нами согласился однозначно но очень не любит телепорта хорошо еще говорят убить азур неплохо вам да какая интересная мысль надо попробовать а то она что-то раскомандовалась вы знаете ли пытается нам втирать всякую дичь про то что я типа не реварин вред с карим казуален летаешь никаких драконов никаких воров говорит минер ну да с карим зато можно спрыгнуть например с обрыва на лошади лошадь под тобой умирает а ты нормально так встаешь и дальше с яу фейсом сегодня маленький сын ординатора не дождется отца с работы с грустью ой не говори грустно но жизнь такая чё поделаешь как бы работу то выбрал то он сам правильно надеюсь в конце концов он же должен понимать что охранник опасная работа ординатором пусть давай гляди какой-нибудь бешеный данмер пролетит мимо зарубит тебя до ядричным мечом и полетит дальше успокоившись стонхаус а что тебе не нравится в чем тебе проблема в чем твоя проблема вдруг расскажи поделись пять секунд полет нормальный да да неплохо летим сказал мы уже подлетаем нет еще не прилетел я вернулся а потом опять лечу сюда я метаюсь здесь туда-сюда туда-сюда все дичь вставляет везде и вся так это майкер все он постоянно про дичь говорит вот приедается когда он тоже что-то говорит и ты за ним повторяешь как будто что-то плохое в конце концов герат не любит телепорты так ты читал сезон гроз или в третьем говорили да не только в третьем там в каждой игре про это упоминали насколько я помню в третьем очень часто упоминали да что мне нравится скорее миграции экстермер там нет профита от исследования заходишь в руины трачу на них свое время а все что ты получаешь в итоге рандомный лут в море же один из артефактов на крой карты под водой лежит один чародейка марактонг монахиня алхимик дыра в стене дом поместье цитадель а в центре что значит у нас тут нету большой зал тельнаги верхняя башня верхний зал большой зал давайте сюда зайдем давайте сюда зайдем так явно ничего не знаешь давай скорей ты тоже ты тоже смотри дмора выход а сюда так верхняя башня ты кто такой нелот наставник тельвании расскажи мне как стать им нет 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 ни другой мир ты о чем говоришь вообще черте подери да ты вообще что из себя представляешь нет просто заткнись бессмыслица суеверные бредни не перебивай меня этими глупостями просто заткнись и проваливай вот этот прием нашли наконец непси который нам что-то хоть говорит но слова его явно каким-то бредом таким отдают поставил дайсона планшет а сам играешь во что-нибудь удобно говорит винкряк да так а ты что нам скажешь а ничего он не скажет журнал дополнен мы с господином нелотом имели беседу о том собирается ли он избирать меня наставником дома телевания нелот спыльчивый стервозный старый волшебник нетерпимый и скорый на расправу он наорал на меня за то что призрывая его ради такой ерунды может мне удастся как-то его расположить к себе прежде чем я попробую еще раз да например вот очаровывающим касанием теперь убеждение ежлево 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 сказал если за 10 золотых ага ясно за 10 золотых он вполне себе убеждаем давайте загрузимся не хочет говорить целебный ректальный термоанализ целебный я что-то не помню чтобы он раньше целебным был ну да ладно 10 монеток кто-то хренел вообще вообще за кого меня принимаешь слушайте все деньги сейчас вы вытащит так не хочет семидесяточка нужна я так понимаю упс есть наставник военные лидеры дома телевания а это необходимо а почему мне никто ничего не рассказал и так тебе нужна работа а квалификация у тебя есть хорошо тогда вперед мне все равно будь наставником а теперь иди лол советники телевания расскажи про них вот последнее издание коричневой книги великого дома телевания там есть список всех нынешних советников и вместо их жительства давай я отмечу на карте местонахождение башен советников телерун телевоз телемура и телебранора а теленага находится в самом центре садридмора ну это как раз он в теленаге находится его я уже болтал тогда я ему стольник или сток или одинка не батяра я жадный я столько не даю за раз по крайней мере так левитация книжку то почитаю даст их книжку то почитаешь а почитай 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 книжку книжку почитай читайте говорят что мне за этот квест будет ну ничего хорошего если все квесты пройду которые мне нужны для того чтобы признали меня и дома великие и племена эшеландеров то меня однозначно признают не реварином и я такой прямо весь на понтах пойду сражаться с дагутуром ну и на самом деле нужен кто-нибудь на кого можно стрелки перевести чтобы он за них отдувался и боролся с дагутуром соответственно все таким хитрым образом делают вид что я якобы избранный якобы я должен добиться этого звания а не просто так его получить и потом уже почувствую что ну как бы там добивался не так просто значит добивался надо соответствовать званию пошел бы убивать дагутура хитрый план очень очень хитрый да прям еврейский нигму справ ты нарушил закон дайс мастер заплати тысячи сорок монет золотой золотом суду и отдай все что у тебя украсть зного выхода нет а пожалуй вас оставлю там наедине с твоим дружком любимым в игре масса книг записок путеводителей и некоторые из них как ни странно весьма нужны говорит ксанов представляю нерварина согнувшегося под тяжестью вещмешката с томами да у нас вещмешок весит сейчас скажу сколько много много кстати к чё у нас там с уровнем вообще уровень почти уже вносливость у нас выпили надо будет и восстановить определенно далее надо нам бы починить нашу экипировку не помешает и и и и и серебряный серебряный это продать нужно молодец пополам разрубаешь птичек стараюсь нас арестовали а он ушел от правосудия на брещем полете тебя эксплуатируют согласен эксплуатируют я это чувствую определенно то есть сначала ты должен доказать что ты достойна их спасать и когда ты доказал ты можешь приступать к их спасению да именно так ну согласитесь ведь разводят же однозначно да так благо в процессе всего этого я становлюсь безусловно круче сейушки делаем и читаем книжечку наконец так и 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 Книга. Книга-то где? Где книга? Серьезно. Какая-то налоговая ведомость у меня явно есть. Что за желтая книга? А, это книга Великого Дома Хлаалу. Редоран. Коричневая книга. Вот, Селивания. Это деловой ежегодник, Совет Теливания, округа Вандерфелла, Варденфелла. За 426 год Третьей Эпохи. В нем перечислены действующие члены Совета, их резиденции и их представители Садритморя. Также в нем упомянуты все значительные события и дела Совета за этот год. Вот. Советники Дома Теливания. Архмагистра Гатрен, Лорд, Верховный Маг, Совет Теливания, округа Вандерфелла, башня Телярун, восточный Малакамур. На муре тучи бродят хмуро. Господин Орион, Дом, Лорд, Маг, Совет Теливания, Варденфелла, башня Телевоз. Тельнага. Вот мне вот мы уже были. Госпожа Драта, округ Варденфелла, башня Тельмора. Тельбранора. Садритмора. Все, что на Тель начинается. Да? Да. Тельфир здесь отсутствует. Прекрасно. Нет, Тельфир. Это Селярун. Нам в Селярун нужно заглянуть. Потом в Тельморум, в Тельвоз вот. Раз, два, три. То есть, посмотрите, здесь раз, два, три. Там их пять было, да? Вот, Тельбранора, да, последняя явно. Скажи, есть ли возможность через беровскую карту купить прем? Должна быть. Сейчас посмотрю даже. Так. Открываем что-нибудь в стрим, например. Дэн, стримит в лаут третье тем временем. Жмем на премиум. Виза, мастер-карт. Да, есть через карту возможность купить. Но сберовская карта какая конкретно? Виза, мастер-карт. Это электрон или что? Наверное, можно. Должно быть, по крайней мере. Скажи, есть ли возможность. Да, да, да. Вот как раз на этот вопрос ответил. Если бы моровин был онлайн, вместо птиц летали бы люди огромными стаями. Да, так бы и было. Согласен. В общем, отправляемся в Тель-Арун. Через Маэстро нельзя. Гунган российская не разрешает. Ну, надо нормальной картой бы завестись. Визем просто. Я вообще, честно говоря, с этими всякими электронами Маэстро не понимаю вообще какой от них толк. С ним реально ничего нельзя вообще. Просто хочешь что-то сделать. А нельзя. А вот башня. Где у меня там вход-то? О, виднеется. Внизу. Здесь и есть вот здесь вход еще. Интересно, это что за вход? Вход в башню. Давайте вход в башню. Почему Иннет виснет во время стрима? Кто знает. Кто же это знает? Нам повыше определенным. Это не клам. Явно не к тебе. Это не клам. Кого тут найти-то. Кого тут найти-то нужно? А, во, вверх нужно. Взлетаем. Смотрим внимательно. И находим... Находим разных странных редаран. Не редаран, а этих как у редгардов. Что-то только один странный. Странно. Не забудьте выпустить шасси. Ты уже выпустил. А, вот, тут еще подъем есть. И выше, и выше, и выше. Все равно выше надо. Вот оно, чудо сидит ряжное. Хочу стать наставником в Тельване. А, да, говорит, я в курсе, что такое наставник. Ну, у меня есть очень интересная история. Не, погодите, давайте подумаем. Да, я все понимаю, в ваших словах есть смысл. Ваши доказательства убедительны. Но решение по такому вопросу требует огромной ответственности. Нельзя принимать его поспешно. Мне понадобится время, чтобы поразмыслить и обсудить этот вопрос. С другими советниками Тельване. А, составьте меня. Я поговорил с архимагистром Гатреном. О том, будет ли он голосовать за меня. Он внимательно выслушал мою историю. И сказал, что находит мои доказательства убедительными. Однако он добавил, что понятно, что приятное подобное решение сопряжено с невероятной ответственностью. Поэтому ему нужно время на размышления. Он хочет побеседовать с другими советниками. Ну, ладно. Я, то есть, везде вот все вот это вот делал, для того, чтобы он мне сказал, что подумает. Сукин сын. Что, подумал уже? Думает. Раз ты вступил в Ридоран, дачу Близельдруна, себе не успел отгрохать? Нет, конечно, ничего не успел еще. Так, мы полетели. Полетели мы, полетели. Мы идем на север. Пользователь надзоми активировал премиум на нашем канале. Спасибо тебе огромное. Молодчина. Алиса вынесла предупреждение Дикий Редок. Алиса, конечно, считающая чертовка. Направо и налево всем только делать предупреждение выносят. Кто такой Алис? Алиса — это бот. Это бот, который занимается модерацией автоматизированной. То есть ты, например, пишешь «Я люблю творожные булочки». А тебе, хоп, предупреждение. Я надеюсь, есть среди нас люди, которые понимают, что такое «Я люблю творожные булочки». Ладно, мне пора спать, говорит Дарклорд. Пока, спасибо за стрим. Ну, отдыхай, счастливо тебе. Сейчас пробуем еще раз. Гондорцы. Хоп, забанен. Нет, не забанен. Нормально. Что происходит? Кого отыгрываем? Почему в чате нет пек? Рейгон. Отыгрываем. Летающего негра с мечом, в общем. Летающий негра с мечом. Это так классно. Что за история с творожными булочками? Минер. Ну, для этого нужно было, наверное, на сайте СК2.ТВ находиться года три или четыре назад, когда он еще только-только, собственно, начинал развиваться. Тогда бы ты знал, что такое творожные булочки, и почему их надо любить. Нижняя башня. Меня верхняя интересует. Знаете, верхнюю, верхнюю мне. Самая штука есть верхняя, походу. Приветы. Как живете? Этот к вам залетел. Хочу стать наставником Телевания. Как это мужчина попал сюда? Эй, кто тут должен быть на страже? Покажите кто-нибудь этой бедной скотине выход. Он должен был... Должно быть потерялся. Полностью бесповоротно. Душа и тело потерялся в темноте, в которой не проникает понимание. Я верно тебе говорю? А, мужчинка... А-а-а... Это такая местная феминистка. Сейчас ее придется задабривать. Так. Где простое очарование у нас? Вот оно. И теперь ее нужно убеждать. Восемьдесят два. Говорим про наставника. Мы бросаемся к ее ногам и умоляем выслушать. О, как трогательно. Посмотрите на этого бедного кролика. Я думаю, мы должны проявить милосердие и хотя бы выслушать его. Мы рассказываем нашу историю. Ну, я рада, что мы это услышали и рада, что ты настоял на этом. Видимо, в старых пророчествах все-таки есть доля правды. Я не удивлена. Это... Эти свиноголовые боевые маги не обращают внимания на знамение леди Азуры. А стоило бы... А почему главное? Потому что она леди. Потому что это гребанная феминистка. А ты, значит, и есть предсказанный нереварин. Ну что ж, ты будешь нашим наставником. Бери мой голос. И мое благословение, и этот свиток, он пригодится тебе там, куда ты собираешься. Вот так вот. Рейгун, говорит, игноришь мой вопрос в мой профессиональный праздник. А ты сисадмин, да? Отменишь потихонечку. Ну и какой вопрос? Напиши его еще разок тогда. Окей. Феминизм в Муравиндии, говорит Екстернир. Суровые донмерские парни любят рабство, но нейтрально относятся к феминизму? Нереалистично. Да не, ну баба же просто является советником Телевани, она не абы кто. Она тебе может позволить чуточку феминизма. Ммм, ее мочить надо, ты еще земляничка. А та еще земляничка. Я не помню, можно ли напрямую через Гатрена добиться наставничества. Ксанф, я не знаю, мне пофиг. Так. Я с ней прощаюсь. И полетел дальше. Теперь нам нужно строго на запад. Персонаж зачетный, если делать квесты по линейке Телевани, заставит платье примерить. А на аниме, что ли, обосмотрелось? Вот реально. Я, может, мангу читаю, тут же аниме нету. Наверное. На ГГ и Смайл так сойдет, заманчиво. Да, очень хороший Смайл. Даркмастер. Даркмастер. Темный мастер. Что тут такого? Темный мастер, темный мастер. Так, это башня, которая внутри замка. Ой-ой-ой. Как мне залезть? Давайте посмотрим. Опутано все корнями. Наверху, возможно, где-то вход есть. Они же любят где-то наверху входы. Казарма Арсенал. Телевоз. Нет, нам не в Казарма Арсенал. Вот центральная башня Телевоза. XCOM будет на выходные, говорит, над Зоми. А то я нынче с 15-й версии заново начал. Есть пара вопросов. А я в ней не играю в 15-ю версию, потому что я не могу переустановить XCOM, не потеряв старые сейвы. Ну, их работоспособность. И куда я попадаю? Фиг знает, куда я попадаю. Малым было сделать башню из грибов, так еще ее нужно было в замке сделать. Смотрите, сколько входов. Вот, львоз покоя Ронина. Ля Ронина. Не знаю, в общем, кого-то там покоя. Я прошел в Багрифулу, да, Миндоса. Полностью пройден он. Я, конечно, в последней миссии реально все проклял там уже, но прошел. У тебя там Тесса с двумя перками на иммун критам. С двумя перками, да. Один перк он не просто иммун критам дает, а от того, кто самый ближайший. Вот. А другой просто иммун критам. Просто тот, который ближайший, еще и дефенс дает от того, кто стреляет по тебе. Неделя дамаж редакшн. В общем, дамаж редакшн вроде дополнительный дает. Ради этого взят перк бодишилд. Вступление в гильдия. Дает, конечно. Доступ к некоторым учителям, торговцам. А потом квесты, естественно, гильдийские. Или это про Даггера Фолли, про что было. Регун говорит, в общем, опять ты пропустил вопрос, но да ладно, ну ты напиши третий раз. Третий раз, говорят, все бывает с третьего раза. Так, в игре вступление... Я видел, плевать, попивать квасик, играть в русскую Диабло. А зачем в русскую? Не играй в русскую Диабло, я тебя прошу, это плохо. Голос архимагистра Гатрена добывается через его труп. В любом случае, вы могли сделать то же самое с остальными советниками. Мантия наставника все равно была бы ваша. Не, всех выносить не буду. Наставник — это особый воин и военный лидер. Он выбирается, чтобы возглавить Великий Дом во время войны. А почему, ты спрашиваешь? Ну, историю свою рассказываю. Ты хочешь принять эту ответственность? А я хочу проголосовать за тебя в качестве наставника. Я думаю, другие советники Дома и Телевани тоже объединятся. Хотя этот процесс надо будет простимулировать. Господин Неллот отличается крайне скверным характером. Госпожа Тирана потихоньку выживает из ума. Госпожа Драта не любит мужчин. Архимагистра Гатрен — это еще одна проблема. Он никогда не откажет тебе напрямую, но и не согласится. Я рекомендую тебе убить архимагистра Гатрена. Он никогда напрямую никому не отказывает. Он просто неопределенно отвечает и никогда не дает точного ответа. Я не вижу другого выхода, кроме как убить Гатрена. Скажу вам прямо. Я буду только в выигрыше, если архимагистер умрет. Говорю вам это, чтобы вы не думали, что я пытаюсь вас обмануть. Мой совет все еще ценен. Гатрен не назовет вас наставником. Но он никогда не скажет этого прямо. А в Доме Телевании принято решать вопросы подобным способом. Имеешь ли я что-то против игры «Князь»? Но я в нее не играл. Поэтому не могу что-то иметь против нее. Старший системный админ. Начальник, короче, вопрос в том, почему убрали левитацию из последних игр серии. Муравин теперь одна из самых культовых игр в плане возможностей. А все очень просто, потому что ты пролетаешь мир и даже можешь наплевать на все подряд. Избежать каких-то встреч, не попасть в какую-то переделку, которая тебе даст какой-то квест дополнительный. То есть, во-первых, ты теряешь в исследовании мира, он становится гораздо более пресным от этого. А во-вторых, ты как-то тоже опасности лишаешься. Ну, мир реально это убивает. Хотя и удобно, безусловно. Так, что я хотел сделать? Я хотел открытие двери Андузи сделать. Хоть это не дверь. Ну, а здесь есть 48 золотых. Окей. Сойдет. Так, а там куда-то надо было вообще. А-а-а! Нам реально сюда нужно было, да? Да, походу. Скорим, не прошел. Баггер с дюжиной проклятией. Может, ну и вот Муравин, говорит Мендоса. По крайней мере, пока. Ну, почему? Я его потихонечку прохожу. Я не скажу, чтобы он плохо был. Он устарел отчасти. И, к сожалению, некоторые игры современные, они дают впечатление гораздо более яркие. Все-таки, каким бы я ни был любителем олдскулом, сколько я старых игр прошел разных. Разные Fallout'ы, Arcanum'ы. Там были и I of Beholder, тоже, кстати, хорошая штука очень. Ой, чего только не было. Но все-таки хорошие современные игры есть. Загружайся и убей эту фемку, у чатик жаждет крови. Ладно, оставим ее. Она безобидна. Че там, пару раз полизал ей сапоги нормально. Blood Moon Must Have. Сколько у нас времени? У нас уже почти 12, да. Я, наверное, на сегодня сделаю перерыв. Закончу стрим. Но перед этим с вами обязательно... Давайте поговорим о очень важных вещах, которые не нужно забывать. Так. Во-первых, господа, подписывайтесь на ВКонтакт или Твиттер, если вы этого еще не сделали. Ссылки есть внизу в описании стрима. Там я выкладываю анонсы. И вы будете в курсе того, когда у нас начнется следующий стрим. Воды, то есть записи всяких прохождений. Я выкладываю на YouTube. И, соответственно, ссылка там же в описании. Смотрите. Я вам желаю всего самого наилучшего. До новых встреч. С вами был Dice. Пока.